Всем привет дорогие друзья, рад вас приветствовать на своем канале, с вами Vitorgan177. Сегодня у нас будет обзор нового DLC для игры Bass Driver Simulator 19 и Karus 260. Основное отличие от 250 модели это расположение двигателя непосредственно под автомобилем, а не задней части автобуса как было на 250 и Karus. Благодаря подрамному расположению двигателя в салоне было увеличено место, благодаря чему с легкостью разместилось 22 посадочных места, а в часы пик могло и поместиться до 100 человек в салоне. И Karus 260 это рейсовый городской автобус, поэтому он как нельзя кстати смотрится в игре Bass Driver Simulator 19. Итак, наконец-то мы в игре и собственно говоря давайте воочию посмотрим, что это за новый автобус и Karus 260. Ну, DLC я это опробовал чуть ранее, чем оно было выпущено в релиз, благодаря разработчику. Огромное спасибо за предоставленный ключ предрелизный, так скажем, версии данного автобуса. С огромным удовольствием я этот автобус обкатал, мне лично он очень понравился. Не знаю, ребят, как вам, но блин, на самом деле и Karus просто восхитительный. Ну, также хотел бы вас еще ознакомить непосредственно с всякой всевозможной тюнингачкой, да, то есть во что можно этот автобус превратить, благодаря установленному какому-то дополнительному оборудованию. Ну, например, можно поменять двери. Сейчас у нас стоят, так скажем, стандартные, более-менее нам привычные двери. Можно их поменять на другое, на другие двери, то есть могут быть двери вот такие, да, то есть вот, так скажем, ну, что-то, не знаю, более симпатичные, что ли, двери, более усовершенственные, более современные двери. Вот, ну, по большему счастью, я именно вот чаще всего встречал именно вот такие вот двери, да, то есть если вот видел такой вот автобус, то чаще всего встречались именно вот такого плана двери. Такие вот складные, четырехсекционные, вот, ну, устанавливаются, устанавливаются. Лично я катался уже непосредственно вот с такими дверьми, да, и, естественно, можно также еще модернизировать двигатель. То есть, что он, правда, модернизирует, я не знаю. Вот, к сожалению, не выводится никакая информация по установленному двигателю и по тому двигателю, который мы собираемся установить. Было бы, на самом деле, было бы очень классно. К примеру, нажав на двигатель, да, здесь какая-нибудь там выводилась информация по характеристикам и так далее, там подобное, чтобы это можно было вообще оценить. А то так получается, что как будто у нас двигателя до этого не было вообще, а потом мы нажали вот на эту волшебную кнопочку и у нас появился двигатель. Ну, безусловно, это как бы все не бесплатно, ребят, устанавливается, вся модернизация проводится за отдельные деньги. Честно говоря, уже не помню за сколько. Ну, в принципе, не так все это дорого. На самом деле, не так все дорого, то есть, а перекраска вообще, по-моему, насколько я знаю, бесплатная. Вот, по поводу раскраски, да, вот давайте посмотрим. Две вариации расцветки имеется. Дефолт, это, собственно говоря, вот такой вот оранжевый, более-менее, так скажем, нам всем привычнее на взгляд, на глаз и так далее. Вот, и еще присутствует такая расцветка. Давайте вот, перекрасили. Вот, очень красиво смотрится. Именно в таком исполнении я гонял на этом автобусе. Блин, ну, на самом деле, классный вид. Очень все симпатично. Вот, ну и, наверное, давайте отправимся в какой-нибудь коротенький рейс. А перед рейсом давайте, наверное, пробежимся по всевозможным анимациям, которые я только нашел на этом автобусе. То есть, мы сейчас с вами еще не в рейсе. Давайте посмотрим, как у нас открываются двери. Передняя дверь. Средняя дверь. И, соответственно, третья дверь. И давайте можно вот так даже посмотреть, то, как оно это все выглядит. Ну, и в обратной последовательности можем с вами их закрыть. Ну, или нажать одновременно все три кнопки. Давайте попробуем три кнопки нажать. Офигеть. Получилось все три кнопки сразу нажать. Отлично все закрывается, ребята. Отлично все открывается. Анимация очень красиво выполнена. Ну, на самом деле, как говорится, чего не взять, того не отнять. Ну, по визуализации, ребята. Красивые текстурки. Классно все выглядит. Достаточно очень даже реалистично. Номера очень даже красивые, да. У нас, смотрите, мат три семерки, регион две семерки. Обалденно. Все очень круто. Итак, мы с вами практически, так скажем, расположились на месте водителя. Вот. И здесь у нас открывается форточка на двери и непосредственно вся дверь. То есть форточка у нас открывается вот таким вот образом. Вверх-вниз, да. То есть, в принципе, здесь по большему счету, я думаю, с управлением все разберутся. Зажимаете левую кнопку мыши, открыть-закрыть. Вот. И сама дверь тоже, ребята, у нас открывается и закрывается. То есть, вот можем вот так распахнуть дверь, либо запахнуть дверь. То есть, все выглядит на самом деле очень классно, все красиво и вполне реалистично. По салону. По салону на самом деле все классно выглядит. Опять же, да. То есть, вполне так все красивенько сделано. Поручни, фигурочни. То есть, ровным счетом все так выполнено, как и должно и быть. Текстуры очень красивые. Прямо, что называется, под стать игре. Единственное, что не хватает, это, наверное, технических люков, которые должны быть расположены на полу. Вот. То есть, как я уже говорил в начале обзора, что здесь подрамное расположение двигателя. То есть, примерно где-то в середине автобуса должен быть как минимум один технический люк. Ну, там, на самом деле, не один, их гораздо больше. Там, не знаю, как минимум, наверное, ну, где-то, я не знаю, блин, сколько там их. Ну, люка 3 точно, может быть, даже больше. Вот. Здесь же у нас здесь, смотрите, да, присутствует выход. То есть, здесь все достаточно очень детализировано. То есть, при максимальном приближении можно даже, наверное, разглядеть. Или нельзя разглядеть. Не забудьте, что-то там ля-ля-ля-та-па-ля. Ну, у меня у самого еще со зрением как бы не очень все хорошо. Ну, да ладно. Ну, выход, я вижу, это точно. Вот. Наверное, по анимациям все, да. То есть, как бы люки здесь не открываются, как я не пытался. Кнопка... Слово открыть здесь не появлялось. Где я только мышкой здесь не побегал. То есть, кроме, так скажем, вот этой вот двери, кроме вот этой двери, да, здесь больше никаких анимаций я... Ну, двери, форточка на двери. То есть, я больше никаких анимаций здесь не обнаружил внутри салона. Может быть, я, конечно, ошибаюсь. Ну, оно так и есть, скорее всего. То есть, здесь как бы... Ну, что еще? Единственное. Ну, хотелось бы, наверное, может быть, чтобы люк на крыше открывался. В принципе, тоже достаточно такая вещь неотъемлемая в жаркий период времени. Тем более, что данный автобус не оснащался кондиционером. Вот. Ну, и давайте, наверное, уже наконец-то заведем, заведем наш автобус. Переместимся с вами на водительское место. Вот, мы с вами на водительском месте. Так, уберем курсор. Бэкспейс. И, соответственно, курсорчик, ребят, у нас убирается. Заводим. Заводится, ребят, сказка. Прямо давайте вы послушайте лучше. А, сразу чувствуется, что мы с вами на Икарусе, да? А не на какой-то там шарашке монтажной какой-то машине. Вот, дух икарусовский. Вот, здесь у нас, безусловно, как бы все, ну, по большему счету, привычно, да? То есть, присутствует подсветка всевозможных кнопочек, когда мы с вами открываем двери. И, соответственно, кнопочки, ребят, тухнут, когда мы двери эти самые закрываем. Присутствует подсветка в салоне, да? То есть, подсветка в салоне. То есть, непосредственно в водительском, так скажем, отсеке. Присутствует свет в салоне, где расположены у нас пассажиры. Вот. И, само собой, разумеется, еще также у нас работают фары. Вот, фары, правда, вот, я не знаю, как задние горят, не горят. Так, а что, задние фары у нас, походу, не горят, что ли? Да, задние фары, ребят, у нас не загораются. Горят только у нас передние фары. Давайте немножко вид сменю вот на такой. Вот, вот на таком виде можно будет, как нельзя, кстати, оценить все вообще происходящее. Вот, вот так вот, да, вот. В таком интеракурсе. Вот, то есть, вот у нас, пожалуйста, горит ближний свет фар. Вот, даже вот на землю падают эти лучи света. Более того, когда мимо фар проходит какой-то человечек, и от него падает тень. То есть, это, на самом деле, все с тенями достаточно очень хорошо в этой игре реализовано. Колесики у нас, ребят, поворачиваются. Достаточно очень круто выворачиваются. В принципе, я не испытал никакого дискомфорта при обкатывании данного автобуса непосредственно в рейсе. То есть, невзирая на то, что достаточно такие внушительные габариты, если сравнивать с тем же самым базиком, да, либо газиком. Вот, автобус, на самом деле, большоватый. То есть, он крупнее, чем Лиас. Вот, тот же самый. Но, тем не менее, вписывается достаточно все очень хорошо. Но это за счет, конечно, маневренности этого автобуса. Я даже не знаю, что еще добавить. Ну, наверное, ну что, вот приблизить можно. Приблизили, да. А, вот, уровень топливного бака. Я думаю, вы прекрасно видите, где у нас расположился указатель топлива. Да, то есть, безусловно, все это дело, ребят, мы с вами должны мониторить. Вот, так как топливо в этой игре может закончиться. Поэтому нужно обязательно на все это дело поглядывать, посматривать и дозаправлять либо автобус в гараже, или же непосредственно в свободном режиме, катаясь по городу. Вот, в рейсе, я так понял, заправлять автобус нельзя. То есть, нужно обязательно просто выйти в город и его заправить. Вот, что еще? Что еще? Ну, наверное, ничего, ребят. Давайте, наверное, уже поедем в рейс и еще немножечко поговорим об этом автобусе. Пассажиров посажаем вовнутрь. Посмотрим, как это будет все выглядеть. Итак, наш маршрут номер 14. Леди, мы с вами от площади Ленина до автостанции. На данном маршруте всего 4 остановки. Залазим, что называется, в кабину. Так, в кабину, да. Открываем дверцу, заходим. Ну и, собственно говоря, мы с вами на водительском месте. Соответственно, за собой мы все с вами закрываем. Так, только я не зато потянул. Вот, закрываем, закрываем дверь. И заводим наш автобус. Давай, давай, давай. О, завелся. Шикарно. Так, время 57 минут. Отлично, мы как раз успеваем. Поехали. Так, поехали. Смотрим правее, чтобы никого не было. Рено проехал. Так, вот они наши пассажиры. Только под колеса не бросайтесь, самое главное. Открываем нашим пассажирам двери. Давайте я немножечко сменю вид, чтобы было видно, кто сел, кто не сел. В принципе, зеркала есть. Можно даже с места водителя улицезреть, что называется. Кто сел, кто не сел, кто остался на улице. Вот, но, тем не менее, мне кажется, вот так вот оно все-таки надежнее, наверное. Так, смотрим, куда у нас показывает ориентирчик и выдвигаемся. Вот у нас зеркальце с левой стороны, я думаю, вы ее увидите. Ага, видим, вижу, приближается, по-моему, это у нас 14-я модель. Или, может быть, я ошибаюсь, ахз. Здесь у нас четверочка вылетела, да. Вот, на самом деле, у меня вроде как главное, потому что мы с вами на округе находимся. У меня вроде как главное. Блин, один хрен. Что-то все так и норовят под колеса залезть. О, здесь. Здесь у нас поворот направо. Берем ближе к центру, ребят. Даже, кстати говоря, при загрузочных экранах вылезают подсказки, которые нам говорят, что вы держитесь ближе к центру при повороте. Вот, к примеру, вот как сейчас направо, да. То есть нужно прижиматься к центру, чтобы нормально повернуть, вписаться и, как говорится, ни в кого не врезаться. Блин, классно, да, конечно. Вон у нас там сидят чудики-гаврики все эти. Так, все, зеленый. Погнали. Так, давайте мы с вами будем вписываться. Близко всему, у нас уже на встречке тут стоят машинки. Надо постараться вписаться так, чтобы и знак не зацепить, и машины не расфигачить. Вот, поместились. Шикарно. Так, поворотничек мы с вами выключаем. Если что, катаюсь я на руле Logitech G27. Настроил его, прямо, что называется, тип-топ. Вообще шикарно теперь везде катается. Одно удовольствие. Так, ну если мы с вами притопим маленько, то мы, наверное, нет, мы не... Даже если притопим, мы не успеем. Блин, в графике, честно говоря, тоже как-то не особо хорошо вписываюсь. 59 минут уже с половиной. А нам надо было прибыть туда в 10.59. Ну, я думаю, нас не сильно наругают, если мы немножечко опоздаем. Я не знаю, ну, плюс-минус минута, это 100%. Как бы ничего за это не будет. Вот, но если больше, то уже наказывают деньгой. По-моему, минусуется 150 рубликов. Вот, чего, в принципе, очень-то и хотелось бы. Так, зеленый свет, соответственно, мы с вами едем. О, такси у нас на встречке остановилось, пропустило. Кстати, интеллект у бота-мобилев вырос. Вот, по сравнению с тем разом, когда я последний раз играл. То есть, реально, теперь у нас боты стали более адекватные. Открываю дверцы, давайте поменяю вид камеры. Посмотрим, как они здесь, собственно говоря, садятся. Можно включить даже ручничок. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Так, все, погнали, ребят. Не будем ждать, когда они там зайдут конкретно все. Можно включить поворотничек даже. То, что мы с вами отъезжаем от станции. От остановки, то есть. И разгоняемся. Ребят, вот движок у меня стоит вроде как модернизированный. Да, то есть, доработанный, что ли, как бы его там можно еще назвать. Вот. То есть, хороший движок стоит. Блин. И, честно говоря, я не могу сказать, что он прям пипец как хорошо тянет. Что же было бы, если бы я его не поставил? Наверное, еще более вяло бы автобус разгонялся. Блин, смотрите, у нас козлик-то прям перед нами, можно сказать, появился. Это не есть хорошо, на самом деле. Главное, чтобы он еще ближе не появлялся. Потому что, если еще ближе появился, это было бы вообще крайне неприятно. Могли бы вовсе не успеть затормозить. Обязательно, ребят, придерживайтесь центра, центра дороги, если вам нужно повернуть направо. То есть, вот я сейчас прижался к центру дороги. И поворотик, поворотник включаем с вами. И должны в этот поворот мы с вами благополучно вписаться. Давай, трогайся уже. Все, поехали. Посмотрите, ну что, специально, что ли? Вот, пошла. Так, и мы, соответственно, с вами поворачиваем не спеша. Ближе к встречке, чтобы у нас хвост, что называется, не прищемило. Перестроимся более правее. И, соответственно, вот наша станция, площадь революции. Останавливаемся здесь на этой станции. Открываем дверцы. Смотрим, как оно там все происходит. Давайте ручник поставлю, а то что-то автобус катится. Так, все, вроде бы все сели. Погнали дальше. Ручник снимаем. Поворотничек левый включаем. Все как положено. Ой, нифига себе, вы видали там кульбит какой? Только что сейчас выполнила машинка-то. Так, поворотничек направо. И уходим, соответственно, мы сюда вот направо. И, по-моему, здесь будет сразу у нас налево, если... Да, сразу налево. И вот она, наша остановка. Блин, кстати говоря, вот интересно, оно сработает все? Давайте мы с вами сменим вид. Откроем двери. Ну, вроде как сейчас должна завершиться наша задмиссия. Да? Да. Вот, заработано денег 800. Ну, маршрут очень коротенький был. Вот, поэтому, как бы, заработали мы с вами не так много. Ну, и на этом, знаете, ребят, я, наверное, закончу. Вот такой вот автобус, вот такой вот DLC. Выпущено было разработчикам. Огромное спасибо. Стоимость данного DLC, на самом деле, не стоил века. На данный момент, на момент записывания обзора, по-моему, 59 рублей. Я считаю, это не такие уж большие деньги за столь симпатичный автобус. Симпатичный, реалистичный. Ну, я даже не знаю, что еще можно добавить. На самом деле, классная моделька. Просто супер. Вот, так что рекомендую. Ну, и на этом я заканчиваю. Огромное всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на мой канал, ставить лайки, вступать в мою группу ВКонтакте, Витарган 177. И не забывайте посещать наш сайт, Витарган and Company. Всем спасибо за просмотр и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok